Наверное, ни один человек на Земле не обходится без кадастра, даже если он не знает, что это обозначает. На самом деле в переводе с французского кадастр это реестр или список. Но чаще всего в обиходе мы употребляем слово кадастр по отношению к земле и недвижимости. Для чего же нужен кадастр недвижимости? Какие возможности он дает? Как с его помощью уберечься от мошенников? Об этом поговорим сегодня в Горде С. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. И свои вопросы по этой теме я буду задавать Ярославу Лагунову, заместителю директора кадастровой палаты по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Кадастр, реестр, список, регистр. Все это очень-очень сложно. Я заглянула к вам на сайт и бесконечно везде мелькает аббревиатура ЕГРН. Мы сегодня с вами, очевидно, тоже часто будем употреблять во время разговора. Поэтому давайте разбираться, что это за такие страшные буквы ЕГРН. ЕГРН, на самом деле, не такие уж это страшные буквы. У них есть такая довольно-то простая расшифровка. ЕГРН – это единый государственный реестр недвижимости. А вообще, сам по себе, ЕГРН – это свод достоверных систематизированных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на это имущество, ограничениях и основаниях их возникновения. Надо сказать, что это очень колоссальный ресурс. В нем содержится огромное количество данных. Это, наверное, одна из самых больших баз данных. Это вообще по всей России? По всей Российской Федерации. Все верно. Если к цифрам обратиться, то в конце 2020 года было зарегистрировано в Российской Федерации 210 миллионов зарегистрированных прав и порядка 170 миллионов объектов недвижимости. То есть, представляете, какие-то объемы. Федеральная служба государственной регистрации кадастры и картографии, Росреестр в простом таком обиходе, регистрирует 4 услуги в секунду к нам поступает. То есть, а за весь 2020 год мы обработали 134 миллиона. 4 услуги в секунду. 4 услуги в секунду. Да, при том, что заявления и запросы поступают к нам и днем, и ночью. Мы работаем круглосуточно на нашей информационной системе. Сейчас большое количество граждан обращаются к электронике, поэтому 24 на 7 подаются к нам заявления и запросы. Если говорить про Самарскую область, то у нас, конечно, чуть объектов поменьше. У нас порядка 3 миллионов 700 тысяч объектов недвижимости. Здесь и земельные участки, и объекты капитального строительства. Это здания, помещения, которые в них размещены. Сейчас вот новый у нас объект недвижимости появился с 1 января 2017 года. Вот эта машина места, то есть тоже в Самарской области это один из больших субъектов, где большое количество объектов недвижимости. Ну и, соответственно, зарегистрировано право. Давайте уточнимся. Вот этот реестр, это не список вообще существующей недвижимости. Туда входит только та недвижимость, которая зарегистрирована и на которую есть собственник. Все верно. Это объекты недвижимости, которые были поставлены на учет, которые были поставлены в результате инвентаризации, а также зарегистрированы права. То есть каждому объекту недвижимости присвоен уникальный кадастровый номер, неизменяемый на территории всей Российской Федерации, уникальный. И, соответственно, на часть объектов недвижимости зарегистрированы права. Ну, смотрите, это же вот огромнейшая просто работа, это огромнейший ресурс. А для чего все это нужно? Для чего требуется? Ну, основная задача – это гарантия прав граждан на объекты недвижимости. Это, соответственно, учет этих объектов недвижимости, учет их изменений, потому что, на самом деле, ресурс очень, скажем так, быстро изменяемый. Сегодня объект имеет одни характеристики, завтра другой. Вы могли зарегистрировать земельный участок, у земельного участка, ну, объекта недвижимости, скажем, есть основные дополнительные характеристики. Основные характеристики он получает при своем учете. К ним может относиться площадь, координатное описание объекта недвижимости, расположение его. А к дополнительным можно отнести, скажем так, категорию земельного участка, его разрешенное использование, назначение – это жилой дом или нежилое помещение, тот же адрес. Эти характеристики могут изменяться органами власти или органами местного самоуправления. И вы можете, в принципе, даже не знать об этом, то есть они издают определенные документы, эти характеристики изменяются. Поэтому я говорю, что сегодня вы получили выписку характеристика, может быть, у одного объекта, а через какое-то время характеристика может измениться. Поэтому ресурс очень подвижный. И, конечно, у граждан должна быть возможность отслеживать изменения своих объектов недвижимости, ну, и вообще в любой момент узнать, какие характеристики у объекта недвижимости. А каким образом и как быстро меняются там сведения? Например, умер собственник, наследники могут вступить в право владения через полгода только. А если они не вступили, то не поменяется информация? Да. То есть сначала идет вступление в наследство, а там уже выдается нотариусам соответствующие документы, и заявитель либо самостоятельно приходит в органы регистрации и вносит изменения, регистрирует переход права, либо нотариус эти документы подает, и мы тоже регистрируем переход права. Ну, будь то дом, будь то квартира или земельный участок, это покупки такие очень весомые, очень дорогостоящие, и, конечно, очень важно, наверное, чтобы они были правильно оформлены, и уже не было никакого шанса перестать быть собственником этого. Вот для этого нужно, очевидно, как-то очень правильно оформлять сделку и регистрировать. Очень правильное замечание, вопрос. На самом деле, и мы это зафиксировали, вот в бум, на самом деле у нас случился бум покупки недвижимости, да, вот прошедший год был очень такой насыщенный, большое количество операций с недвижимостью было и производилось, и мы заметили, что граждане, и это очень отрадно, прежде чем совершить сделки с недвижимостью, не только банки или риэлторы проверяют недвижимость, но и сами граждане заказывают выписки на те объекты, которые их интересуют. Большинство характеристик и сведений об объекте недвижимости являются общедоступными, то есть, в принципе, их может заказать любой человек. Ну, любая жизненная ситуация, вы посмотрели какую-то квартиру или хотите посмотреть, она вам понравилась по фотографиям, может быть, на каком-то ресурсе с объявлениями. Сейчас в большинстве объявлений уже указывается кадастровый номер, про который мы вот ранее сказали. Гражданину ничего не мешает зайти на один из нескольких ресурсов, где можно заказать сведения. Я бы назвал три основных, как бы скажем, способа получения в электронном виде сведений. Первое сведение – это зайти на сайт кадастровой палаты, кадастр.ру, официальный сайт, и у нас там есть замечательный сервис получения сведений. Там по адресу легко находится объект, далее моментально происходит оплата, и где-то в течение двух-трех минут вам уже могут прийти выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах, актуальных правах на этот объект недвижимости. Из этой выписки вы сможете понять, кто на самом деле является правоводателем этого объекта недвижимости. Какие характеристики, какая площадь. В большинстве случаев будет приложен план этого объекта недвижимости, и человек на месте сможет посмотреть, была ли перепланировка. То есть, если раньше для того, чтобы получить эту информацию, нужно было ждать большое количество времени, сроки были большие, получение сведений, даже вот если откатиться к восьмому году, то порядка 15 дней запроса предоставления сведений исполнялось. Сейчас он может исполниться буквально за секунды. Ой, прям сразу получаешь ответ. Сразу получаешь на почту, вы получите электронную выписку, она будет в читаемом виде, где будут непосредственно все характеристики объекта отображены. А также, как я и сказал, сведения о правообладателе. В общем, очень удобно. Вы можете дальше пойти, вас может заинтересовать история этого объекта недвижимости. А как переходили права, как часто менялся собственник данной квартиры, потому что здесь тоже могут возникнуть вопросы. А этим стоит поинтересоваться вообще? Я думаю, что обязательно стоит. Нужно поинтересоваться характеристиками объекта недвижимости, актуальным правом, а также переходом прав. Есть такая у нас выписка, выписка о переходе прав на объект недвижимости. Вы ее заказываете, и у вас тоже все зарегистрированные права, которые были на этот объект недвижимости, вам тоже так списочно покажутся. То есть, когда была приобретена первым правообладателем, когда перешла к следующему, ну или если этот объект никогда не перепродавался, то будет одна запись правообладателя. В общем, сейчас гражданам доступно, скажем так, в легкой форме можно получить сведения все об объекте недвижимости. И так можно, такую операцию можно проводить с каждым объектом недвижимости, который вас заинтересовал на рынке, скажем так, обороты недвижимости. А давайте просто сейчас вот уже коротко сформулируем, какие сведения можно получить? Да, я, наверное, остановлюсь на основных выписках, которые можно получить из Единого государственного реестра недвижимости ИГРН, как мы ранее уже дали определение. Первая, ну такая самая основная, это выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах. В этой выписке вы получите все основные характеристики этого объекта недвижимости и актуальные права. Есть у нас выписка об объекте недвижимости, она чуть дороже, но она содержит информацию по координатному описанию, так как земельным участкам относятся более точно объекты недвижимости. И дополнительные сведения об ограничениях, установленных на объект недвижимости, ранее возникших и ранее возникших правах. Это тоже очень важно. Есть у нас бесплатная выписка, это выписка кадастровой стоимости объекта недвижимости. Здесь можно узнать кадастровая стоимость. Ну напомню, что кадастровая стоимость является основополагающей для расчета налога на объект недвижимости. Плюс к этому можно получить сведения о кадастровой стоимости не только на актуальную дату, но и на какую-то предыдущую. Если вас интересует, была ли правильно рассчитана у вас налоговая база в какой-то иштекший период. Здесь тоже очень важно, потому что в прошлом году была произведена оценка объектов недвижимости земельных участков, земельно-селенных пунктов, и у многих земельных участков поменялась кадастровая стоимость. Поэтому здесь можно воспользоваться этой выпиской и получить необходимые сведения. И соответственно налог поменялся. Он поменяется в следующем периоде. Большая часть, также есть еще у нас выписка о переходе прав, как мы сказали, для того, чтобы понять историю изменения объекта недвижимости. Есть у нас выписка о правах отдельного лица, когда вы запрашиваете сведения не на объект, а на лицо, субъект, которому принадлежит определенный объект недвижимости. Тут необходимо оговориться, что ее могут запросить только сами собственники, либо их доверенные лица. То есть это сведения ограниченного доступа. Здесь уже только собственник может обратиться, но он может узнать все объекты, которые на ним числяются. Собственник самого объекта недвижимости. Про самого себя? Про самого себя, да. Такую справку иногда требуют некоторых органов власти. Ее либо сами запрашивают, либо заявители приносят, так как она в пакете документов является обязательным документом. То есть я не смогу узнать собственником, чего являетесь вы, например? Нет, не сможете. Это сведения ограниченного доступа. Здесь мы встаем на защиту граждан Российской Федерации. Есть еще кадастровый план территории. Это более такой уже способ для профессионалов. Это когда запрашивается информация о кадастровом квартале. То есть в кадастровом квартале это некая единица измерения площади. То есть туда входит несколько земельных участков. И когда кадастровый инженер проводит межевание земельного участка, чтобы понять, какие соседние объекты, какие у этого объекты недвижимости, кадастровый инженер заказывает КПТ. Это, наверное, самые основные такие виды выписок, которые востребованы гражданами. Ну и я еще раз напомню, что у нас есть три основных способа получения сведений в электронном виде. Это сайт кадастр.ру официальный, это официальный сайт Росреестра. Это росреестр.gov.ru. И третий ресурс – это госуслуги.ru. Тут что вот хотелось бы отметить. Вообще Росреестр был всегда пионером электронных услуг в Российской Федерации. Мы начали развитие своих электронных услуг еще в 2011 году. И в тот момент мы пошли по принципу развития личного кабинета. То есть у собственной службы есть спа-портал, где у каждого гражданина есть личный кабинет. И мы продолжаем этот путь. Мы развиваем личный кабинет как и правообладателей. Сейчас у нас есть еще личный кабинет кадастровых инженеров. Мы также планируем личный кабинет для органов власти. Но в какой-то момент, наверное, в прошлом году мы поняли, что все-таки госуслуги становятся неким таким сосредоточением всех государственных услуг. А, скажем так, пандемия еще больше перенесла туда сервисов. И Росреестром в рамках своей программы цифровой трансформации было принято решение о выводе всех своих массовых услуг на портал госуслуг. Этот процесс мы начали в прошлом году. И в июне этого года мы запустили три основные выписки. Как раз выписку об основных характеристиках, выписку о переходе прав и выписку об объекте на портале госуслуг. А как вообще людям-то не путать кадастровую палату и Росреестр? Ну, сейчас законодательно все предоставление сведений ЕГРН закреплено за бюджетным учреждением, за кадастровой палатой. Поэтому по всем вопросам именно предоставления сведений и за реестром надо обращаться в кадастровую палату. И хочу еще вот оговориться. Нередко встречаем в обращениях граждан, что люди заказывают сведения на каких-то ресурсах и получают недостоверные сведения. Если посмотреть, это вот так называемые сайты-двойники. О них, скажем так, речь пошла еще два года назад. Да, вот как определить? Вот определить. Во-первых, сайты-двойники немножко имеют иные тарифы, отличающиеся от установленных. Допустим, вот самый такой пример. Это выписка кадастровой стоимости, про которую я говорил, она бесплатная. А на сайтах-двойниках за нее берется плата. Такого быть не может. Ну и, на самом деле, пользоваться теми ресурсами, которые я назвал. Может быть, все равно какие-то советы, вот что должно насторожить? Иногда ведь очень сложно отличить. Все вроде бы правильно написано. Во-первых, должна быть обязательно символика государства, государственная символика. Росреестр находится в домене государственного, гофру, это сейчас домен всех органов власти. Госуслуги.ру, то есть здесь мы, наверное, не перепутаем. И кадастровая точка.ру, это кадастровая палата. Можно еще один, давайте самый простой вариант. Сейчас все порталы органов власти используют авторизацию через госуслуги. Соответственно, если портал использует авторизацию госуслуг, значит, вы на нем получите официальную информацию. Потому что иные лица не получат доступ через госуслуги. Поэтому это, наверное, является самым таким простым способом идентифицировать официальные сайты. И самым надежным, наверное. Да, самым надежным, совершенно верно. Мы сегодня говорим о кадастре, о едином государственном реестре недвижимости. У нас в студии Ярослав Лагунов, заместитель директора кадастровой палаты по Самарской области. И вот все, что вы сейчас назвали, получить все эти выписки можно, конечно же, в электронном виде, правильно? Совершенно верно. Как вы сказали, в течение нескольких секунд придет ответ. И это здорово, и это очень современно. Но все-таки есть какая-то информация, за которой нужно пойти лично? Еще раз скажу, что 90% запросов в предоставлении сведений мы отрабатываем исключительно в электронном виде. Все виды выписок у нас доступны для заказа в электронном виде. Но есть категория граждан, которые по каким-то своим обстоятельствам либо не зарегистрированы на госуслугах. А мы уже с вами определили, что это способ авторизации на основных порталах для получения электронных выписок. Ну, либо нет доступа в интернет, это, может быть, какие-то отдаленные места. Здесь остаются иные способы взаимодействия с кадастровой палатой, с Росреестром. Они могут обратиться посредством в МФЦ. В Самарской области очень обширная сеть офисов МФЦ. Наверное, в пределах одного-двух километров встречается любой офис МФЦ. Поэтому беспроблемно можно подойти в офис МФЦ. Но, к сожалению, сейчас ограничения действуют. И предварительно записавшись. И запросить сведения ЕГРН. Но надо сказать, что МФЦ, подача через МФЦ, это самый длительный способ получения сведений. Сведения там будут доступны в течение пяти дней. А если будут заявления подаваться в электронном виде, то это считанные минуты или секунды. Необходимо отметить, что есть еще один способ получения документов. Это выездной прием кадастровой палаты. Когда вы можете вызвать в удобное для вас время специалиста кадастровой палаты. И он приедет к вам. И у вас уже примет этот запрос о предоставлении сведений. Либо заявление о государственной регистрации прав. Если вы хотите выездную регистрацию произвести. То есть это тоже возможно. Это, правда, платная деятельность. Но тарифы там, скажем так, бюджетные. Поэтому воспользоваться могут многие. И мы фиксируем, что сейчас в момент ограничений эта услуга очень пользуется. И в момент апрельских и майских ограничений прошлого года данная услуга также была очень востребована. Здесь мы поддержали МФЦ. И получилось, что у нас не было сбоя в предоставлении услуг Росреестра. Ярослав Сергеевич, а вот сегодня время такое, да, когда все опасаются мошенников. И на самом деле на каждом шагу случаются какие-то такие неприятные ситуации с людьми. Вот все-таки еще раз при помощи сделок в электронном виде. Вот как можно застраховать себя, что ли, от мошенничества при совершении сделки, при регистрации? Вот еще недавно можно было подать заявление, его и сейчас можно подать, о непроведении безличного участия в регистрации недвижимости. Вот, но после некоторых случаев, которые были у нас несколько лет назад, когда, ну это еще пошло из других ведомств, что зарегистрировали фирмы по поддельным электронным подписям, законодатель здесь очень быстро среагировал, и были внесены изменения и в наш федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, что сейчас взаимодействие, то есть электронную регистрацию можно провести только если было предварительное согласие. Или если электронная подпись выгодна удостоверяющим центром кадастровой палаты. То есть здесь есть определенные сразу такие барьеры, которые мошенникам не позволят провести сделку. То есть здесь законодатель очень быстро среагировал, и эти изменения уже тоже внес. Поэтому с этой стороны мы защищены. А тогда, может быть, еще раз поговорим об электронной подписи, и вообще зачем она в принципе нужна, и как ее можно получить? Ну, с учетом роста дистанционного уровня взаимодействия, взаимодействия, это и при подаче документов в ВУЗы, и регистрации каких-то юридически значимых действий, институт электронной подписи, конечно, сейчас развивается. Дополнительно к этому, надо сказать, что к 2018-2019 году рынок удостоверяющих центров, а это юридические лица, которые имеют право выдавать электронную подпись, стал очень большим. И, конечно, требования к ним, наверное, были не совсем соизмеримы с ответственностью, которая возлагается на них. Поэтому были внесены изменения в 63-й федеральный закон об электронной подписи. И сейчас мы видим, что требования к электронным подписам и к удостоверяющим центрам были изменены и ужесточены. Поэтому количество удостоверяющих центров мы видим уже на практике, а не их снизится, потому что требования к их уставному капиталу, к страхованию увеличился. Но удостоверяющий центр кадастровой палаты, он аккредитовался, и он продолжает свое функционирование. У нас очень, скажем, такой тариф тоже, скажем, бюджетный. 700 рублей стоит у нас получить электронную подпись. Это и для физических лиц, и для юридических лиц выдаем ее на 15 месяцев. Ее можно получить либо, так, электронную, скажем так, в виде электронной подпись, то есть зарегистрировав на своем рабочем месте. А если вам нужны защищенные флешки, то мы можем это сделать, это будет немножко дороже стоить. А использовать эту подпись потом можно будет в различных ресурсах и ситуациях? Подпись является универсальной и принимается большим количеством ресурсов. Здесь и закупки, и гофру, и различные, почти во всех ведомствах наша электронная подпись принимается. То есть она такая, мы пошли здесь по принципу универсальности. Потому что было время, когда удостоверяющие центры, ну, с целью какого-то увеличения, да, своих доходной части отдельно проводили, что это электронная подпись для этого ресурса, это электронная подпись для этого, это для третьего. Катастрофа Палата изначально пошла по другому пути, наша подпись является универсальной, подходит для большинства ресурсов. Еще хотела бы уточнить, сейчас очень многие, большое количество недвижимости приобретается в ипотеку. И если, например, человек, то есть получается, он еще не выплатил за эту квартиру, но он уже является собственником, сведения уже о нем, вот в реестр, как вносится человек, который приобрел жилье в ипотеку. Он является уже правообладателем данного объекта недвижимости, но на объект недвижимости накладывается ограничение в виде ипотеки по закону. То есть, соответственно, данные, когда подаются в органы регистрации, ну, скажем, даже Сбербанк, сейчас очень модно подавать электронную регистрацию, к нам поступает несколько заявлений. Первое заявление – это о прекращении перехода права предыдущего правообладателя, о регистрации нового правообладателя и наложение ограничений в виде ипотеки на этот объект недвижимости. То есть, никакие сделки с этим объектом недвижимости без, скажем так, согласия банка произведены быть не могут. Но он, по факту, является уже правообладателем этого объекта недвижимости. – Вы называли среди выписок, которые можно получить, среди сведений, сведения о кадастровой стоимости. Вот все-таки кадастровая стоимость, как она определяется, кто ее определяет, и можно ли ее как-то менять? Вот вы говорили, что поменялось, в связи с чем, по чьей инициативе и для чего? – По инициативе правительства области издается постановление о проведении оценки. Это регулируется рядом нормативных документов. В нашем субъекте создано специальное государственно-бюджетное учреждение, которое занимается непосредственно оценкой. Его задача – проводить эту оценку, а потом уже, скажем так, в ежедневном порядке, при изменении характеристики объектов недвижимости, он также проводит оценку вновь измененных объектов недвижимости. – Дистанционно? – Когда проводится данное изменение в объекте недвижимости, мы в порядке информозамодействия передаем эти данные в это учреждение, оно проводит оценку и нам обратно возвращает данные для внесения в ЕГРМ. – А что такое кадастровый паспорт? – Кадастровый паспорт – это некое устаревшее уже понятие. При переходе на новый федеральный закон 218 с 1 января 2017 года, как раз мы перешли уже к новым видам документов. Это выписка об основных характеристиках из регистрированных правах. Это как раз аналог кадастрового паспорта. И была еще кадастровая выписка – это аналог выписки в объекте недвижимости. То есть это, скажем так, устаревшее просто наименование документов, старые формы. – Еще когда изучала ресурсы, связанные с вашей деятельностью, видела, что у людей вызывает много вопросов межевания. Кто его делает, когда его делают, нужно ли его делать, что с этим? – Межевание, конечно, делать нужно для того, чтобы точно определить границы своего земельного участка, чтобы корректно установить забор, чтобы исключить какие-то, скажем так, возмущения со стороны соседей. Четко ограниченные земельные участки, размежеванные, вызывают меньше споров. Поэтому обязательно нужно зарегистрировать, размежевать свой земельный участок, определить его границы, внести эти данные в реестр. – Ну а человек, предположим, приобрел участок, там уже все проведено. Нужно ему снова проявлять какую-то инициативу? – Если межевание уже было проведено, то больше ему не нужно проводить уже межевание. То есть объект уже внесен, и его координаты определены. – А об этом он тоже узнает из выписки. – Из выписки, да. Все будет ему ясно. – Я видела, что вы регулярно проводите различного рода вебинары для населения. Собственно, с какой целью была такая инициатива, и что вы разъясняете? – Я тут немножко оговорюсь. Мы, наверное, не совсем для населения проводим, хотя для населения мы обучающие мероприятия по электронным услугам проводили. И по порядку получения электронных подписей. В основном наши вебинары нацелены на профессиональное сообщество. Это кадастровые инженеры, риэлторы. На этих вебинарах или семинарах мы рассказываем об основных изменениях действующего законодательства, о каких-то таких интересных моментах, сложных для учета или для определения. Помогаем кадастровым инженерам разобраться с этим. Мы предварительно проводим работу по сбору вопросов от кадастровых инженеров, которые бы их интересовали, которые бы они хотели бы послушать. В основном мы, конечно, проводим их для профессиональных участников рынка. – То есть некая образовательная деятельность, получается, вы занимаетесь здесь? – Я бы сказал, что да. Разбираем основные ошибки, которые допускают кадастровые инженеры при подготовке межевых технических планов. Потому что любая ошибка, допущенная кадастровым инженерам, это, конечно, неприятность для правообладателя, для гражданина, который заказал эту услугу. И поэтому мы здесь работаем в взаимодействии с кадастровым инженером, чтобы все заявки, которые они подавали совместно с своими заказчиками, проходили без проблем и регистрировались в органе, в Росреестре. – Мне кажется, что достаточно подробно так вы объяснили все вот эти важные моменты, которые даже мне на момент начала эфира казались непонятными. Благодарю вас за участие в программе. И прощаемся с нашими зрителями. Увидимся в городе Эс. До свидания. – Большое спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин